Долго ждал, пока настанут криминалы, когда вырву кусок мяса, и это криминал, именно перегар сделал так, чтобы я принял и вернул свое старое имя Хитанье. Я избавился от Богомо. Затем и постарайся вывести оттуда как можно больше поселенцев. Вот, держи свиток. Как только продолжить какие-то деревья начнется висеть. А что если нет, что ж, постарайся сохранить как можно больше из них в живых. Как только мы защищаем драку, мы сразу же бросаемся в бой. Я убил Богомо. Вот и Гоу, сердце королевы. Ты все сделал отлично. Остальные ваши люди даже не пошевелились. Ты сам их всех победил? Ты идеально подходил бы для того, чтобы стать одним из нас, но ты решил присоединиться к армии отбросов, которые считали себя правителями мира, выполняя свое соглашение свободе поля на заключенных. Отпустите нового жителя деревянни, позвольте ему бежать. Веди. Это не то, о чем мы договаривались. Ты ведь не думал, что я всех выпущу. Играть с нами в таких игр бесполезно. Убирайся отсюда, не возвращайся без полоски с золотом у нас из два дня, чтобы сделать это. Если я не вижу золото через два дня, я потеряю... Если еще должен идти, я вижу, что я здесь снова одного безфиксированного суммы и бюджет как собаку. Так, балвор. Посмотрим, жив ли еще кто-нибудь из этих негодяев. Бывай без пощады. Бандиты мертвы. И не знаю, как вам это удовольствует, но все жители живы. Ты чертов сукин сын. Отличная работа, пацан. Жителям нужен кто-то, кто защитит деревню. Один из наших пони останется там до прибытия подкрепления. Наша задача в этом регионе выполнена. Причай всего от Ульзы Галпуахты. Спасибо за помощь, солдат. Мы слышали ваш разговор с отивой. Пожалуйста, примета золота в знак нашей благодарности. Есть еще что-нибудь, чем я могу вам помочь? Нам нужен кто-то, кто защитит деревню. Один тампак не защитит деревню в случае нападения. Не могли бы вы научить двух наших мальчиков сражаться? После этого нападения я понял, что мы должны уметь защищаться. Все в порядке, я могу показать им, как пользоваться мечом. Хорошо, Авраам и его брат готовы тренироваться в былое время. Покажи мне, как сражаться, и в следующий раз я сам буду представлять этих плохих парней. Хорошо. Хорошо, кто хочет начать двигаться первым. Может быть, мой брат, я взгляну. Ты умеешь держать оружие? Ну, конечно, это так. А что там такого сложного? Ну, тогда посмотрим, как у тебя дела. Давай, нападай на меня. Сейчас. Да, попробуй просто. Хорошо. Они лупят друг друга так, что даже совсем неплохо. Моя голова. С тем, как ты держишь, потому что ты умеешь только как рота-крыса. Крепко держи оружие в одной руке, сохраняя баланс тела. Я такой своего противника, если ты не опытен. Делай боковой удар, старайся соединять удары, лучшая комбинация начальная. Если удар, выпад вперед, то затем влево или вправо. Давай еще раз попробуем, ты готов? Да. Давай, атакуй. Давай, атакуй. Очень хорошо, уже лучше. Вам советую регулярно прикрываться, чтобы закрыть свое новое движение и стать еще лучше. Спасибо за советы. Расправляем тебя, посмотри, на что способный твой брат. Бытов небольшой разминки? Конечно. Тогда покажи мне, что ты можешь сделать. Как он ему дал. Ты держишь оружие как новичок. Так, прямой положение делать, делай уклоны, затем руби влево и вправо, понимаешь? Подожди, сейчас будет. Прямой удар, ацент, любящий удар влево. Вправо. Точно, не забудьте вернуться. Давай еще раз попробуем. Вставай. СТОН diseases. СТОН 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 О, моя голова! Теперь ты справишься намного лучше, не так ли? Да, но я всё ещё путаю ноги. Это вопрос практики и тренировок, когда я на протеку, если вы освоите движение. Большое спасибо за обучение, для меня большая честь учиться у элитного легионера. Мелочь. Я дал вашим парням некоторую подготовку. Они учатся очень быстро, у них есть задатки хороших воинов. Замечательно, я не знаю, как буду говорить. Я дал вам всё, легионер почти всё своим золотом. Без проблем, мы здесь, чтобы защитить вас. Вам не придётся нам платить. Вы исключительный солдат. Пусть Великий Орион хранит душу молодого человека. Пойдём, открывай ворота. Долина. Глава 3. Новый мировой порядок. Должи лорду Мордогу, ходим миссии. Иди на заслуженный отдых у костра. Это какая-то паранойя. Один из наших убитых воскаров. Что? Вы не слышите? Удан Каин сошёл с ума под влиянием тех магов, будь он проклят. И глаза это нельзя видеть. Любой из нас мог стать жертвой их фокусов, как это сделал Генн, когда мы напали на бандитов. Где сейчас Удан Каин? Его поместили в одиночную камеру, а то он не выглядел оттуда в ближайшее время. О, Алистер на своём воде. Всё хорошо? Рэг вовремя вытащил меня из этого проклятого храма. Мне нужно несколько дней отдохнуть и потрениваться, прежде чем вернуться в строй. В последнее время этот тренд стал опасным. Появились аллигаторы, девчинки и потрошители. Здесь, верю, вызов для меня. Я даю тебе хороший совет, потому что подготовься, прежде чем отправиться в джунгли. Ну ладно. Ты мне говоришь? Эй! У меня есть все материалы, действительно, действительно, у тебя есть слитки черной роды, отлично. Я не медленно поступаю к работе. Когда я смогу прийти забрать свое оружие? Я уже были в некоторых необходимых элемент, так что Так же, что у неё я должен всё закончить. Морд, Мордок. Я принёс 20 кусков серы. Покажи, пожалуйста, поменьте уже чужие качества награды. Чё начнём уже закончить? Я вернулся из пустыни Ардалиона. Мы избавились от бандитов, попавшись на деревню. А как начать его жителей? Мы спасли всех жителей. Это просто совершенство. Баор рекомендовал вас для повышения. Провожая работа, вы обязательно получите вот ваша зарплата. Кайстер Бонсов, хорошая выполнена работа, примите это изделие. Служи! Я ещё учителя. Возвращайтесь только тогда, когда вы достигнете очень приютного, где я даю уроки проголительным солдатам. Понятно. Удон Каин. Почему ты убил Уаскара? Звые силы взяли верх надо мной. Я не знал, что делаю. Уходи, дай мне отдохнуть. Ты не похож на человека, одержимого злыми силами? Что ты имеешь в виду? Что я добровольно убил солдата? Убирайся отсюда или я вызову охрану. Когда ты его убил? Мне не нужно вам объяснять. Воследование окончено, поэтому, пожалуйста, уходи. Оставь его, он одержим. Мне он не кажется одержимым. Посмотрите, у большинства из них изменились лица. Конечно, он одержимый. Он убил человека из Легиона, это очевидно. Когда это произошло? Вчера. Он был здесь несколько недель. Я бы хотел поговорить с вами об Удон Каене. Разве это не тот солдат, который убил командира Васкара? Да, это он. Еще одна спрительная жертва действия черных магов. Я сожалею, что мы так мало можем с этим поделать. Я не думаю, что Удон Каена одержим. Это очень неразуменение солдата. Откуда этот смелый вывод? Этот человек увидел себя рационально, когда я разговаривал с ним. Более того, Аскар рассказал мне о диверсиях, председающих в Легионе. Пытался выследить предателя. У меня не было возможности времени лично осветить убийство. Благодарим за ваше предложение. Так. Мордор, как раз, что у меня предпочитатель, осветить убийство, возможно, присматриваться ко всему этому повнимательнее. Я слышал твой разговор с Мордором. Бывает, что одержимый, на первый взгляд, не приводит никаких мрачных признаков одержимости. Поэтому вам не следует снова разговаривать с Удон Каеном, пока он не выйдет из-под стражи. Надеюсь, я достаточно ясно выгляжусь. Вступая к тем, у меня для тебя важное задание, Лео. В подвале, где мы поймали алюпины и старый скелет. Мы предполагаем, что там могут быть прятаны некие артефакторы, которые в конечном итоге помогут в борьбе с темными магами. Пошу время исследовать это место. Ранее мы забаррикадировали в ход на случай, если нежить сбежит. Насколько я знаю, в склепах нет скелета. Ничего особенного, мы уверены, что с тобой все будет в порядке. Ваша задача – обыскать склеп и найти то, что может вас заинтересовать. Скажи Яо, что я послал тебя, и он попросит тебя в склеп. Ёлок. Как проходит твое исследование? Я все хотела, чтобы прожарить свои задачи. У меня здесь есть сердце королевы богомов. Действительно, это потрясающе. Где вы нашли такого зверя? Недавно я гулял по пустыне Мордариона. Естественно, эти пустыни связаны с... Слайца там крупным богомовым этим страхом, который они вызывают у живущих там людей. Отличная работа. Возможно, мне потребуется немного больше времени, чтобы защитить этот экземпляр. Сейчас, сейчас, через два дня. Это сработало, создало его. Великий Нептун был в восторге. Что? Я говорю о мощном эликсире, на котором я так долго работал. Это сработало, но надо было только не варить отвар калевского щавеля. И не добавляйте... О, неважно. Самое главное, что мне, конечно, это удалось. Что это за мощное зелье? Это самый мощный напиток богов, который когда-либо пробовал человек. Я назвал это дыхание Орионы. На самом деле, у меня такое ощущение, будто меня вошел сам Орион. Я могу попробовать? Этот напиток чрезвычайно дорогой, вы понимаете, что вам придется использовать пищевельный на один флакон. Ведь я помогал с поисками. Да, и соответствующую награду вы уже получили. Да ладно, не позволяй мне спрашивать тебя. Все в порядке, вы предоставили ингредиенты для одной порции, и я снижу для вас цену. Я продам его тебе за 300 золотых. Хорошо, я возьму его. Используй его, когда вам это действительно нужно. Так, научи меня, баба. Итак, теперь ты заменил Луу. Луу был в порядке, прямо как Васкар. Легион наверняка почувствует свою трату. Я нашел Луу мертвым под болотом, но не видел, как он умер. Смерть Васкара мне тоже не кажется случайной. Не вся эта история с Лутон Каеном кажется фальшивкой. Эх, здесь девайдов совсем... Чудно, пацан. Надеюсь, что Нептун предпринес мне шаги, и мы наконец-то наведем порядок. Вообще, к Соломону должен... Где моя жрачка? Я голоден дам мне что-нибудь поесть. Дай мне еще немного блюд этого Легионера. Я знаю, что тебе понравится. Если хочешь, я могу научить тебя готовить точно такой же ригу, но я не буду делать это бесплатно. Звучит хорошо, но пожалуйста, неставляй меня снова бегать за змеиными крюками или когтями ящерицей. Все в порядке, это золотых разумная цена, но предупреждай, это одно из самых трепутивных блюд. Для этого блюда необходимо выделение из жал кровососов, если не знать, как его добыть, эксперимент с этим блюдом может закончиться плачевным. Так, я хочу драться. Люди в Рака поймали твоих помощников, предателя Люпина. Довольно опасно, говорит, так что в этот раз все может пойти не так просто. Сможешь ли ты разобраться с ними завтра, если не садишься? Я не с тех, кто сдается. Лучше было бы так, бой может оказаться более зрелищим, чем обычный. Рэк и остальные хотят, чтобы ты прикончил этих ублюд. Вы можете рассчитывать на небольшую аудиторию, а вы с удовольствием посмотрели на этот бой. Будет ли этих бандитов какое-либо оружие? Да, они будут во всеоружии сражаться с безоружием, потяги ниже до стоимости от Легиона. Только между тобой и мной, если вы чувствуете, что не сможете с ними справиться, вы можете немного обойти правила. Если вы покинете арену, вас не дисквалифицируют, но в глазах начальства будет выглядеть нехорошо. В любом случае помните об этом. Самое главное, прикончите их до того, как они прикончат вас. У вас состоится завтра вечером, не отказывайтесь от этого. Какие-нибудь последние слова? Знаешь, что столько смешно во всем этом. Но я слушаю. Скоро вы все пристанете перед Орионом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы доставили, говоря за мне приятностей. Вы можете выбрать свою награду. Книга знаний... Тысяча золотых. Книга знаний или тысяча золотых, да? Давай подумаем. Книга знаний или тысяча золотых. Тысяча золотых. Но деньги это хуйня на самом деле. И все жизни. Книга знаний. Мудрый выбор. Я хочу драться. Вы в одиночку сторонили трех опасных бандитов. Это означает, что в следующем вы будете страдаться с Алистером. Я вызываю тебя на дуэль. Наверное, тебе еще слишком рано бросать вызов, Элите мальчик. Давай это выясни. Все в порядке. Сам этого хотел. Мы встретимся на арене. Я нашел этот волшебный пояс. Не могли бы мы его починить? Он выглядит поврежденным. Ремонт, наверное, не ставит для меня проблем. Я хочу, чтобы он сохранил свои магические свойства. Естественно, ведь создание волшебных ремней моя специальность. Отлично, когда я смогу его забрать? Сначала поговорим о плате. Это подработка, поэтому бесплаты я делать не буду. Так сколько ты хочешь. Мои запасы на сходе, знаешь, ты понимаешь. Если бутылка пива, 10 бутылок джина и 20 бутылок корневого пива. Это ужин, но его трудно получить. Делай это все беспалево. После этого я не могу услышать про веки логика. Вдруг, может, я просто подрублю тебе золото? Когда-нибудь видел меня пьяным, не волнуйся, я не выпью все сразу. А мне не нужно золото. И вот я просто сижу в лагере, мухил во время. 40 бутылок логика, как я уже сказал. Я заботюсь о твоем поясе, только никому об этом не говорим. Добиться этого будет сложно, но я просто что-то могу сделать. Я сохраню пояс, когда у тебя будет минутка, я посмотрю на это. У меня есть для тебя алкоголь. Но не обязательно бить себя этими чертовыми бутылками, он скоро в лагере свыжет. Отдай их сюда, только будь осторожным. А что насчет моего ремня? Возвращайся завтра. Мне нужно добраться до склепа, прямой приказ ворта фокуса. Это снова ты, в таком случае проходи. Возьми этот джек слепыша, механизм внизу, он давно не использовался. Эта крыса, скорее всего, не совершает. Так, а здесь внизу никого нету. Из всяких уродов. Вроде нет. Да, чисто. Так, посмотрим, что здесь. У мертвых фермер. Кто? Реанимированный солдат. А, это же не те дебилы, которых оформили как надо. Это не те, которые я спас из плена бандитов. Это тарелок. Ого, тут сколько всяких уродов. Тарелок. Пироп. Да. Тарелок. Тарелок. походу втупил готов стальная черный меч старая монета зубы топор так саркофаги все обчистим потому что было наверно по старинке открывать вот так вот мало ли вдруг какой-нибудь скрип сейчас не сработает понятно ладно тем не менее я его зачистил странный инструмент закончится здесь что происходит мне приказано убить тебя знаешь ничего личного кто сказал тебе убить меня иметь ли это вообще значение давай не будем больше этого делать доставай оружие кому и гаусс нужен надзиратель я пытался меня убить как так я спустился склеп под местом раскопа когда я вернулся меня уже ждали его солдат он сказал что кто-то дал вам приказ убить меня все несколько мгновений он и трулево набросились на меня будь уверен легион никогда не прибегли к такому коварному акту как устроить засаду на своих людей любой воин лобаса будь то солдат или нова браин совершивший измены или гнустый поступок всегда подвергаться открытому осуждению надзиратель яа должно быть стал жертвой одержимости черными магами силы тьмы невероятно хитрые и скрытные однако теперь они начинают входить из укрытия и предусмотреть нам открытом бою мне кажется что кроме всех этих темных сил есть что-то еще я вот точно знал что делать он не казался держим у дон каен убивший аскара также действовал полном сознании я говорил с ним я знаю что ты хочешь сказать да это правда наш когда-то гордый легион поражен чумой и дело не только в том что наш народ одержим кто-то пользуется этой ситуацией ради собственной выгоды тогда может быть нам стоит подтолкнуть у дон каен он должен что-то знать и это больше не будет возможным у дон каен находясь в камере перерезал себе гору осколком разбитые прикылки хоть ему неизвестно мы не можем исключить обладание нам нужно время чтобы установить факты я не буду никого обвинять без всяких доказательств а где лорд фокус у меня есть для него это старый артефакт который он велел мне найти не знаю я никогда не видел ничего подобного мне он больше напоминает старый музыкальный инструмент покажи этот пример архимагу мордоргу он осмотрел под магическим углом как только вы поговорите с ним как можно быстрее идите к какому-то там типа я назначу тебя в его группу что ты можешь рассказать мне об этом предмете я нашел это в подземном склепе вероятно это старая виолончельная не чувствую ничего необычного я аурия лорд фокус приказал вам искать склеп да но я не нашел ничего что привлекло бы мое особое внимание я понимаю хорошо лорд фокуса сейчас нет лагерь скорее всего его здесь не будет какое-то время он бы послал нами для обработки финального этапа украинского проекта на шахте так что считаю свою работу выцелли что касается назначения яу не беспокоиться о нем он слишком долго находился в зале от лагеря и должно быть зашел с ума конечно что однако расследу его дело более тщательно и вы видели что здесь произошло вы думаете все время стою здесь смотрю на заключенных как сорока на ружье так почему ты здесь я думал это пост охрана заключенных парень исходишь я могу через минуту напомнить кто здесь хозяин мы только что услышали крик ясно в мгновение парень уже лежал мертвым на земле запятым за решеткой кроме нас здесь никого не было больной сукицын должно быть он был совершенно сумасшедшим я нашел мертвых фермеров в скрепе под местом раскопок да грустно что не так получилось но мы ничего не можем с этим поделать ну притворяйся ты их туда послал вы сказали что позабоитесь об этих фермерах я и позаботился о них к сожалению утверждение великого ориона непостижимы почему ты приказал их убить нет это не так с ними просто ничего было делать они не могли оставаться в долине шахте больше не нужны новые рабы выводить их из этой долины тоже слишком рискован допустят от людей и ресурсов к сожалению мы находились в разгаре самой важной секретной военной операции в истории области ситуация нуждается устранить все риски поэтому они отдали свои жизни за благородное дело на службе королевства какую пользу их смех принесет королевство прогресс достигается ценой жертв эти люди оказались неоценимы и выставили нескольное воскрешение для меня они герои это то чего хотел великий ориен и мы ничего не можем с этим поделать вот из мета золота и сбудрись как проходит исследование я только что закончил последний исследование сердца богомола похоже активные способами выдачи только стене это очень интересно а вот и награда мое новое изобретение эликсир защиты благодаря этому наши легионеры останутся еще сильнее и жилые королевства могу ли я помочь вам в дальнейших исследованиях я слышу об этих загадочных двумногих рептилиях живущих в подземных пещерах думаю я могу рассказать тебе об этом ведь у вас уже достаточно сукиранных в легионе судя по всему следи в них можно встретить еще более крупных и опасных шарфа у себя и так что происходит позволь мне унести ясность я хочу исследовать сердце настоящего рептивоида сколько я знаю они в шахте но от меня вы этого не слышали в шахте и мне просто нужно спуститься туда рано или поздно умирает а придется большой нептунга тоже что-то большое в любом случае если вы когда-нибудь встретите этих путешествий выберетесь живыми так что не забудьте вырвать сердце из этой рептилии я считаю развлужу тебя за это оружие готово это настоящий дэвер это просто идеальный это самый сложный проект который мы когда-либо делали в своей жизни вот почему вы понимаете было бы неплохо получить небольшую компенсацию за мою работу сколько я возьму у тебя только 2000 золотых поверь это стоит в 5 раз дороже меня послал предстоит чем-то можно заняться мне нужен кто-то кто расследует ситуацию на наших трех постах первый это пещеры где вы контролируете добычу золота второй момент раскопки который мы проводили я последний контрольный прокс на пункт это территория в шахте вы пойдете к каждому из них если вы проведете ситуацию мы ожидаем усилия атак со стороны сил противника что касается раскопок я его люди мертвы они подстерегали меня в скрепе пытались убить счастье им это не удалось я умер это плохая новость очень плохо что ты снова делал в этом скрепе я следовал приказом лорда фокуса я сам охотно впустил меня а потом то что произошло кто произошло я был жестоким что такой новичок как ты справился с ним если ты был достаточно хорош чтобы победить ялт ты был готова служить моей группе в последнее время мы потеряли много хороших людей иди возьми свою тяжелую броню и давай пожаловать к нам парень мне нужна лучшая броня без проблем я бы хотел получить тяжелую броню эта броня уже покрывает каждую часть и защитит очень хорошую защиту